На своих тренингах ты просишь людей вкратце рассказать о себе. Расскажи вкратце о себе. Рассказать вкратце о себе? Вот, Юра, слушай, это прям моими методами. Если вкратце, меня зовут Юля, я бизнес-тренер, я женщина, я человек. Я так же, как и все, мечтаю быть счастливой. Я люблю своего мужчину, я люблю то, что меня окружает и то, что я делаю. И, скажем так, то, чем я занимаюсь, это не про личный бренд, узнаваемость в соцсетях. Это про другое. Моя задача донести людям, что личный бренд, это какую ценность ты даешь другим людям. Какую задачу, какую проблему ты помогаешь решить другому человеку. И как ты это делаешь, насколько ты хорош в том, что ты делаешь. И мне очень хочется, знаешь, вот прям досконально изучить это и видеть результаты других людей. Нет ничего ценнее, результатов видимо. Последние где-то полгода я стала проспаться раньше. То есть, если я раньше могла там до 10 спокойно себя, ну, валяться, отдыхать, то сейчас, ну, сегодня я проснулась в 6.30, ну, к примеру. Но мне сегодня нужно было к стоматологу, поэтому была мотивация, я не могла опоздать. Очень мотивирует какие-то ранние встречи или тренировку, если я утром ставлю. И я понимаю, что, например, если тренировка на 9, проснуться впритык, ну, вообще не вариант. То есть, нужно проснуться, привести себя в чувство, чтобы прийти в тонусе на тренировку. А если не надо никуда? Если не надо никуда, хорошая книга. Вот сейчас читаю Лобковского, вот я прям просыпаюсь, только начинаю читать. То есть, специально просыпаешься пораньше, чтобы почитать? Да, чтобы почитать, потому что понимаю, потом начинаются дела, и, ну, я не смогу этого сделать. А утром вот это такое время, когда я могу это сделать. А можешь описать первый свой час после подъема? Первый час, ну, он, конечно, там, стандартный, да, там, умыться. Могу сделать иногда, это поклон солнцу из йоги, ну, какие-то растяжки, зарядку. Затем обязательно два стакана теплой воды, и завтрак у меня где-то через минут сорок. То есть, я сразу не завтракаю. А это время я могу, я могу зайти в соцсети, да, проверить. Да, что душу привести. Проверить в соцсети, почту проверить. Ну, вот я стараюсь делать все с утра, чтобы потом в течение дня не проверять. То есть, в соцсети проверить с утра, а в течение дня они вообще не реагируют? Ну, стараюсь вот где-то вечером уже, то есть, утром и вечером заходить. А планирование дня как происходит? Планирование дня с вечером. То есть, вот я вечером ложусь и пишу себе, ну, то есть, у меня был Evernote, у меня был ежедневник. Сейчас я просто беру заметки, и в заметки пишу, там, стоматолог Юра, встреча там с Женей, после этого там забрать билеты, купить билеты. То есть, я пишу список себе в заметки, вечером прихожу, просто убираю то, что я сделала, то, что осталось на следующий день, и добавляю новое. Там больше нравится кофе, где-то кухня, где-то атмосфера. Ну, я очень люблю светлые помещения, и очень люблю приходить туда в какое-то такое непиковое время, чтобы не было много людей, потому что, если это консультация, ну, это не расслабит. Люблю кафе Уно, там классные латы делают, капучино, паличано, которое недавно открылось, ну, очень классное заведение, и отдельный респект за то, что его так отреставрировали с любовью, бережно. То есть, его, ну, оно и несет себе историю, и там классная летняя терраса, Старгород люблю тоже за атмосферу, особенно вот летняя площадка, Патрик Хмельной люблю. Просто прогуляться по центральной улице в утреннее время, когда мало людей. Когда случилась перезагрузка? То есть, вот кем ты работала, и когда ты поняла, что пора что-то менять, и стала, ну, как, заниматься своим любимым делом? Угу. Ну, вот если быть откровенной, перезагрузка произошла, наверное, еще лет шесть тому назад, то есть, это, знаешь, было так, я иду на работу, и я понимаю, неужели я вот так вот буду постоянно ходить на эту работу? Буду оставаться на собраниях, которые там до десяти вечера. Ну, чтобы было понятно, всю вот жизнь, в которой я живу, вот эту осознанную и хожу на работу, я совмещала две работы. Я работала в госслужбе, это было больше для души, то есть, это театральная студия, режиссер, дети, концерты. А второе направление, это был маркетинг. И мне сильно повезло, меня брали на работу, и понимали, что у меня вторая деятельность, и спокойно на это реагировали. То есть, мне говорили так, Юль, главное дело и свое дело, мы тебя будем там отпускать, а поскольку праздники и мероприятия, они не каждый день, то есть, ну, это было все нормально. То есть, одна работа для души, вторая приносила деньги, это можно сказать так. И когда я работала в салоне электронной техники маркетологом, мне очень нравилось, потому что это города, это отчеты, цифры, какие-то новые люди, это общение с классными специалистами. Но все равно это подчинение. То есть, это подчинение, есть рабочий день, там, даже на обед порой не могла выскочить. Ну, вот нужна была свобода, даже элементарно выйти в обед, подышать свежим воздухом. А когда ты сидишь в закрытом помещении, нет воздуха, постоянно бумаги, цифры. И вот это 6 лет назад, вот у меня такая мысль, что-то надо делать. И был такой момент на работе, когда отдел продаж высказал претензии отдела маркетинга, что мы виноваты в том, что мало продаж, и мы не так работаем. И я защищала наше дело перед директором, там инвесторами. В общем, я так защитила, что все руководство мне просто аплодировало, и директор пожал руку и сказал, красотка. И затем все подходили, там мужчины говорят, вот это ты, ну ты моёшь. И вот с того времени оно как-то пошло вот отовсюду, знаешь, назовём это таким словом, знаки, да. А что люди начали вот прям провоцировать меня на проведение каких-то вещей, начали спрашивать советов. И я поняла, что надо что-то делать. Я буду ходить, присматривать. А есть люди, которые придут тютелька в тютельку. И есть те, которые всегда опаздывают на 10 минут. То есть это уже зависит от каких-то, да, там, привычек, что ли. Вот я не люблю вообще опаздывать. Я могу кого-то подождать, но сама не могу. Самое любимое блюдо на завтрак домашнее? Глазунья. Глазунья. Да. Но завтракаешь ты дома? Завтракаю дома. Ну вот это святое. Ну, может быть, овсянка, но честно, я не могу её есть, знаешь, каждое утро. Я могу её съесть и через 5 дней съесть. То есть это не тот завтрак, который я буду есть постоянно. А так это глазунья, яичница, какой-то, может, там, тост с сыром. Ну, вот это у меня первый завтрак. Но я ем часто. То есть я ем через каждые полтора часа я что-то должна съесть. Потому что, ну, у меня нет такого, сесть и сразу куплю. А чай, кофе с утра? Вот, короче, что-то в последнее время со мной произошло. Я пью только воду утром. Угу. Кофе я пью одну чашку в день. Это уже когда выезжаю куда-то в город, ну, где-то там встреча, и то это одна чашка тоже. А как руки эти встречи кофейные, которые... Или ты не кофе пьёшь после? Ну, вот встречи в кофе... Ну, если их несколько в день, то я один раз в день только беру, там, американо, например. Сейчас перешла даже там без молока. Беру просто воду негазированную. Ну, я так понимаю, это с летом связано. Как-то жарко, я могу лимонад выпить, там, компот, ну, вот всё, что есть в меню. Ну, вот сейчас будет немножко как осень, похолодает, я думаю, что чай. Утром будет чай. Сейчас я вот в течение лета я вот вообще чай не пью. Что надо посмотреть? Конечно, я не рекомендую зоопарк, вот, ну, да, потому что самая первая ассоциация зоопарк. Я направляю музеи, да, может, это не модно как-то, ну, старофлотские казармы, потому что там история, там классные экскурсоводы, но это про историю, а её нужно знать. Прогуляться, да, центральной улицы, чтобы, ну, они имели некое представление, вот, что у нас в центре. И, опять же, рекомендую те места, которые я перечисляла, и обязательно, чтобы они увидели реку. Ну, то есть и прогулка по вечернему Николаеву на воде. Появилась вот эта цель, скажем так, открыть свои курсы по публичным выступлениям. Появились нужные люди, если будет смотреть Иван Шамриков, Ваня, привет, спасибо тебе, что ты в меня поверила. Вот, и первые полгода эти курсы не пользовались вообще популярностью. Приходил один человек, не приходил никто, работа была бесплатной. Ну, вот, знаешь, что говорят, вот этот энтузиазм внутренний, он не позволил опустить руки. Ты считаешь свои тренинги? По количеству нет. Нет? Нет. Ну, примерно какой? Слушай, ну, я посчитала за этот год, сколько людей пришло. Ну, где-то около, ну, за 600 человек. То есть это 600-700. Ну, надо здесь посчитать. Это только за этот год. Волнуешься? Всегда. Перед каждым годом? Да. Волнуюсь, и еще, знаешь, у меня какая такая проблема? В ночь перед я хочу что-то поменять. Я начинаю что-то искать, другие какие-то видео, хотя все готово было заранее. А мне вот идея какая-то, я начинаю же вокруг этой идеи плясать и вставлять это, ну, вчера до двух ночи я переделала презентацию. Есть ли утро детства, которое ты помнишь? Самое-самое такое, которое мне нужно вспомнить. Ты знаешь, это, наверное, утро, когда Новый год, потому что у меня еще день рождения. И наша мама, она такая выдумщица, то есть она всегда наряжала елку. Всегда под елкой Дед Мороз и Снегурочка такие пластиковые какие-то игрушки, они до сих пор у нас есть. И это подарки. То есть все это первым делом, ты просыпаешься, бежишь, там, проверяешь. Ну, наверное, одно из таких утр, да, есть в моей памяти. Ну, вот это новогоднее что-то такое в предвкушении. Кем ты мечтала быть в детстве? Классный вопрос. Ну, вот так, что конкретно, знаешь, я мечтала вот о какой-то профессии. Нет, но я точно шила красивые наряды своим куклам. Ну, реально там ходила, накройки шикила, там, бисером все вышивала. Хотела быть артисткой. Знаешь, у нас в доме был такой покрытый лаком шкаф. Вот эти старые, да, советская стенка. Я там наряжалась и там что-то пела в микрофон, причем очень громко, что соседи приходили, стучали, ну, там, жаловались, говорили, там, Пугачеву пела. Сто процентно помню какую-то песню. Хотела быть артисткой, хотела выступать. Это вот однозначно. Еще писала книги, вот, потом я их выбросила, когда выросла. Ну, там, зеленой ручкой, помню, какие-то истории про собачку, что-то там. Ну, короче, хотелось писать, хотелось выступать. Ты работаешь дома? Да. Мне комфортно работать дома, потому что я себе открыла компьютер, мне не нужно, знаешь, там, собираться. Вот. Тем более, еще живу не в центре города, да, то есть еще 40 минут езды, поэтому я дома работаю, ну, скажем так, планирую свой рабочий день, там, первую часть дня за компьютером. Холодно, снегопад, невозможно доехать, пришел один человек, ноль прибыли. Я все равно говорила, мы будем это делать. И когда пришло на открытое занятие 120 человек, которым не хватило места, уже было понятно, что все делается правильно. И так появились курсы, затем появилась защита бизнес-тренера, сертификации, психолог, одно за другим, одно за другим. И, вот, скажем так, год назад я просто начала об этом заявлять более уверенно. Три года этим занимаюсь, а год назад я уже поняла, что силы достаточно, багажа внутреннего достаточно, и результатов, которые я вижу у людей, тоже достаточно о том, чтобы заявлять открыто, официально и громко. Так, топ-5 книг, которые вот для меня очень важны, это Толстой Анна Каренина. Как ни удивительно, я перечитывала этот роман три раза, и вот, когда я его читала, вот, там, где-то год назад, то он для меня открылся совершенно с другой стороны, потому что, ну, я до сих пор не могу понять, как мужчина мог передать внутреннее состояние женщины. То есть Толстой был шикарным психологом, то есть он так подписывал внутренние какие-то переживания, поэтому для меня Анна Каренина это не про то, как женщина бросилась под пояс, там про другое, там про драму, про жизнь и вообще про то, что все мы люди, мы можем ошибаться. Вторая книга, это Умберто Эко «Имя Розы», это такой, то ли детектив средневековый, но очень интересная, как в одном аббатстве происходят убийства, и они все по Библии. Есть и фильм одноимённый, рекомендую посмотреть, но он, правда, старенький, ну, вот, очень сильная книга для меня, потому что я её прочитала за 24 часа. Я не пошла на пары, я не ела, ну, прикинь, вот вообще, как можно читать книгу, причём мелкий шрифт, ещё не было интернета, не было такого количества книг, мне принесли альманахи из Гмирёва, и вот это было 5 альманахов, где в каждом вот по частям разбито, и я не могла есть, мне так было интересно дочитать, поэтому для меня это очень такая важная книга. Третья книга – это «Маленький принц» Экзюпери, сказка для взрослых, сказка для детей, каждый прочтёт что-то своё. Ну, вот я рекомендую её читать там где-то в начале года, потому что, ну, вот она как-то не то что отрезвляет и вдохновляет. Ну, хорошая книга на все времена. Так, ещё четвёртая книга из моего детства, называется «Петька микроб». Ну, она про микробы, но она очень крутая, я не помню автора, вот честно. Я помню, что она называлась «Петька микроб», но я, будучи ребёнком, запомнила и название, и о том, почему нужно мыть руки 35 раз и так далее. Ну, очень интересно рассказывается в игровой форме. Пятая книга. Пятая книга, которая вот прям... Это «Харуки мураками», о чём я говорю, когда говорю о беге. Это автобиографическая такая вещь, где великий писатель с мировым именем рассказывает, какое место играет бег в его жизни, что это активная медитация, которая помогает ему и быть тем писателем, которого все знают. И о том, что даже если тебе не хочется бежать, тебе нужно идти и бежать. Это как метафора любого действия. Это вот то же самое, что вот вдруг тебе лень записывать блог. Но ты встаёшь, находишь какие-то силы, идеи и берёшь, снимаешь. Потому что если ты выбрал свой путь, то уж будь добр, следуй ему и будь готов к тому, что будет и сложно. Это твой первый кофе? Да. И единственное для сегодня, да? Я раньше что-то так много пила, сейчас вообще одна чашка достаточно. Ну вот это вот зачем? Это нервишки? Кофе? Или убитые сейчас? Нет, я не совсем успела позавтракать. Я сделала себе, значит, это так, тут села ложку, тут доделаю презентацию, тут бегаю по квартире. Я её и не доела, и чтобы я за два часа тут была энергична, мне надо что-то, скажем так, в желудок поместить. А в кофе он такой, как бы, жирненький, как завтрак. Дождь влияет настроение? Нет. Ну, он был влиял, если бы я была участницей. А так я тренер, то есть наоборот, как мне это не делил. Как вы делитесь территорией? Мы делим территорию, ну, есть спальня, да, есть вот эта большая комната. Это вот здесь, ну, большая комната, это мужская, то есть Рома садится за компьютером, в наушниках, как правило, то есть он меня не слышит. То есть я могу, знаешь, там, звать его Рома, Рома, понятно, никто не слышит, иду, там, машу, Ром, там, мне надо что-то от тебя. То есть мы в разных комнатах, мы можем, там, друг другу в телеграмм даже, да, знаешь, что-то написать, там, мне надо от тебя, это, а, всё понятно. Ну, да, это, это есть такое. Мы можем вместе собраться, поехать куда-то в город и вместе работать. То есть берем ноутбуки, едем и работаем. С Ромой я познакомилась на дне рождения наших общих знакомых. Причем, как оказалось, нас пригласили с целью познакомить, но мы об этом не знали. То есть парень, у которого был день рождения, он себе там что-то придумал, у него была холостая подруга, холостой друг, и по его таким, скажем так, фантазиям мы подходили друг к другу. И Рома сидел рядом со мной, постоянно шутил, улыбку его помню. Ну, потом как-то вот начали общаться, встречаться, и вот 8 лет вместе. Можешь рассказать о своих клиентах, что это за люди? В основном это те люди, которые работают сами на себя, частные предприниматели, творческие личности. То есть очень разный спектр профессий. Или же это те люди, которые работают на кого-то и очень хотят вырваться из этого. Вот две таких категории. Есть мужчины, есть женщины. И очень часто люди, знаешь, с каким запросом приходят? Юль, я все знаю, вот у меня там много... Я все знаю, но я не делаю. То есть я вот хочу это сделать, но вот я не делаю, я нахожу какие-то там отмазки, я откладываю, я себе придумаю какие-то алиби. И вот, в принципе, личная консультация как раз заключается в том, вот чтобы найти вот эти препятствия, которые не дают человеку двинуться дальше. Как правило, это это или менее других то, что скажет, или это кто-то там что-то сказал, или это стабильность. То есть человек понимает, что на этой работе у него есть там зарплата в конце месяца, он вроде бы хочет сменить, но его это держит стабильность. То есть вот этот страх неизвестности, он очень многим мешает. И вот мы прописываем, какие действия, что конкретно я буду делать, как я пощупаю результат. То есть не просто это там я, давай я в тебя верю. Нет, что ты будешь делать, как мы измерим результат. И еще люди дают себе слово, не мне слово, а себе. Вот до такого периода не нужно принять решение. Если я не принимаю решение, то мы даже назначаем денежный штраф, мне как тренеру, то есть мы это прописываем. И тогда у человека появляется мотивация двигаться. Ну и есть такие впечатляющие результаты для меня, когда человек отказывался от предложения стабильного заработка, начинает работать на себя и выходит на очень высокий уровень. Конечно, там за плечами вот этой самостоятельной работы очень, ну такой, знаешь, такой бэкграунд и преодоление лени, и самоменеджерство. Ну вот сам себя, да, там, курируешь. Но опять же это выбор. Это если человек желает, то мы делаем все для того, чтобы это сделать. Кто увлеклась сериалами, начала смотреть «Черное зеркало», наконец-то, ко мне дошел этот сериал. То есть вот первый сезон я просмотрела, но я дозирована, то есть у меня серия в день. Я не буду садиться, там, пять серий. Даже «Игра престолов», я фанатка. Вот вышел новый сезон, я его растягивала максимально долго. Причем, знаешь, это мне было даже вознаграждение. Пока я не сделаю вот это, вот это, я не посмотрю серии. Я вообще нормально смотрю фильмы, вот, знаешь, там, где такое что-то жесткое, жестокость. Я даже такие больше люблю, чем вот когда все хорошо, потому что это больше похоже на правду. Ну вот как по мне. Ну, жизнь такая она есть, вот. И как говорит мой коллега, ты любишь такие фильмы, потому что ты работаешь с людьми. Знаешь, посмотрела так, нормально выдохнула. Вот еще? Рассвет или закат? Закат. Почему? Красивый. Рассвет. Я его редко вижу, потому что окна моей квартиры, знаешь, нет, солнце только садится. То, что я вижу чаще в закат. Красиво. В прошлый раз я вот это спрашивал, что тебя вдохновляет на то, чтобы ты проснулась, как бы, да? А вообще, что тебя вдохновляет позже жизни? Меня вдохновляют, знаешь, какие-то особенные люди, которые преодолевают трудности. Вот люди, на которых бы жизнь поставила крест, а они все равно не сдаются и делают. Это какие инвалиды, паралимпийцы, люди, у которых там что-то случилось такое в жизни, ну, неприятное со знаком минус. Они, вот у них нет вот этого статуса жертвы, они вот, сила внутренняя, они преодолевают и идут дальше. Очень вдохновляют такие люди. Три года я этим занимаюсь, и за всю историю, да, были клиенты, которые приходили с таким или скептическим настроем. Это клиенты, как и на личных консультациях, или когда занятия в группе. Я это все чувствую, я вижу, я же тренер, то есть опыт работы большой с аудиторией. Я никогда не реагирую остро. Я понимаю, что человек поменяет свое мнение. Зачем? То есть мне не надо сейчас его ломать. Вот. И да, общение продолжается. То есть не было такого, что вот консультация, все, на этом заканчивается. Как правило, это не дружеские, ну, потому что возможностей нет, да, со всеми поддерживать дружеские отношения. Ну, общение, затем, там, радостные встречи, да, они есть. То есть мы остаемся в таких теплых, хороших отношениях. Я сейчас читаю, называется, «Хочу и буду». Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливой. Причем у меня сейчас такая фишка, я стала выбирать автора мужчин. Даже объясню, почему. Потому что я сама по себе такая добрая. Это, ну, в общем, не хватает мне вот этой мужской агрессивной энергии. Вот. Поэтому я выбираю таких авторов. Очень крутая книга. Психология на каждый день. Причем здесь три таких, скажем так, раздела. Личность, отношения и дети. Простым языком, конкретно, понятно, без вот этих, знаешь, рассусоливаний. Но мне очень нравится. То есть я вот, ну, там, два дня вот книги прочитала. И из последних, которые меня впечатлили, это книга, называется, «Книга Джо». Автор Джонатан Троппер. Опять же, автор-мужчина. И он рассказывает такую интересную историю. И жесткую порой. Ну, очень интересно. И про друзей, и про какие-то ошибки. Все это таким языком очень классным. Да, там есть и даже маты. Но они уместны. То есть они очень, как бы, вписываются в канву. Очень классные. Самый любимый – это Киев. Вот если из того, что я видела, очень люблю Киев. Наверное, он мне очень близок. Он мне не чужой. Он мне понятный. Я в нем себя чувствую очень свободно. Вот как-то меня не напрягает количество людей. Я ориентируюсь в метро. Я знаю хорошие места. Я знаю очень много людей в Киеве. Вот, наверное, поэтому он для меня такой близок. Еще нравится Одесса. Одесса. Она больше такая хаотичная. Туда вот потусить, отдохнуть, чего-то вкусного поесть. Летом это море. Какие-то тусовки. Еще в детстве я была в Чернигове. И вот я бы хотела еще, знаешь, в более взрослом состоянии там побывать. Потому что, когда я была в детстве, он мне очень понравился. То есть там очень зелено. Вот я бы хотела увидеть и сопоставить вот темы и какие-то впечатления уже со взрослыми. Мы с Ромой запустили проект, который объединяет в себе два продукта. Первый продукт – это агентство. Диджитал, которое занимается раскруткой в соцсетях, разработкой фирменного стиля. И за это все отвечает Рома. Второй проект – это Вау Гроу Хаб. Вау Гроу Хаб. И это такая площадка, благодаря которой мы хотим, во-первых, привозить классных экспертов, экспертов, спикеров в наш город. Потому что есть такая потребность. И очень бы хотелось ее реализовать, чтобы люди приходили на спикеров. Им не нужно их в Киев, в Одессу, в Днепр. Они к нам приезжали. И я уверена, что люди пойдут. Поэтому эта площадка создана для того, чтобы знакомить с другими спикерами и удовлетворять потребность людей в знаниях. И будем развивать, будем привозить. И также на этой площадке будут размещены, размещена информация по всем моим тренингам, курсам. И каждому человеку будет удобно прочесть и уже выбрать то, что ему нравится, зарегистрироваться и посетить то или иное мероприятие. Ну а какие вот первые шаги у вас сейчас? Первые шаги сейчас, к примеру, в октябре я провожу мастер-класс «Секреты успешного выступления». То есть это двухчасовое мероприятие, где люди могут прийти и уже получить конкретные инструменты для того, чтобы выступать лучше перед аудиторией. Далее 27 октября в Николаев приезжает известная ведущая Маша Ефросинина. Будет давать мастер-класс для женщин «Ты у себя одна» в концерт в поле «Юность». Всех приглашаю, являюсь фанаткой Маши. Поэтому я уверена, что эта женщина знает, о чем она говорит. 28 и 29 приезжает известный блогер Сальвова «Леонид Мартынчик». Можно зайти в его Инстаграм. То есть это человек, который, скажем так, страстно любит красивое фото и делится своими знаниями. С ним сотрудничают известные бренды «Эль», «Лексус», «Космополитен». Поэтому первый день он будет рассказывать свое видение в Инстаграм. А на следующий день будет мастер-класс, где каждый желающий сможет уже увидеть, как это делать, с помощью каких программ, как этот кадр формировать и уже свои аккаунты тоже улучшать и делать Инстаграм красиво. Слушай, ну музыка, конечно, это моя любовь. Я музыку обожаю. Вот, кстати, если брать «Утро», то, что я забыла сказать, я всегда включаю плейлист. Я всегда включаю плейлист. И есть пару песен, которые меня сразу так, ну вот, знаешь, все, у меня все прекрасно. То есть мне не важно, что где происходит, то есть она настолько меня как-то наполняет. Плейлисты у меня есть, то есть у меня подписка на Apple Music, ну потому что, во-первых, ну хорошего качества треки. И, ну, например, из самых таких сильных треков для меня это саундтрек «Король Артур». Там у них была такая, как погоня, и она музыка без слов, там просто тяжелое дыхание, очень такие ритмы, и я под эту музыку пишу самые крутые свои тексты. Ну вот реально, я понимаю. Вот, например, у меня есть какая-то тема, а у меня всегда есть тема. То есть кто-то что-то сказал, я говорю, точно надо написать. И чтобы себя ввести в рабочее состояние, я включаю именно трек этот, вот на репит, и у меня как... Вот знаешь, я сажусь, потом читаю, думаю, это я написала. Ну то есть музыка, она мне помогает вот в этом. Думаем, да, мы приняли решение переехать в Киев. Скажу откровенно, эта мысль живет в моей голове так точно уже где-то более двух лет, а вот последние полгода, ну вот она прям преследует меня, и каждый наш переезд в Киев и общение с друзьями, знакомыми, коллегами начинается с одного и того же вопроса. Когда вы переедете? Я посчитала количество новых заведений, их 20. 20 заведений в этом году. Это о чем говорит? Что есть люди, которые здесь работают, зарабатывают достаточно денег, которые инвестируют в бизнес. Постоянно что-то открываются, что-то такое. Поэтому говорить о том, что здесь ничего не происходит, мне кажется, это не и Киев. И есть события, понятно, не так как в Киеве. Но мы начинаем. Это естественная потребность наша, переехать в другой город. Хочется нового, хочется окружение сменить, хочется выйти из этой зоны комфорта. Да, здесь хорошо, здесь у нас есть клиенты, здесь я провожу тренинги, и переезд в Киев, в принципе, он этого не отменяет, поскольку тренинги там два раза в месяц, и сесть в поезд или в машину, приехать в Николая, не состоит никакой проблемы. Но хочется двигаться дальше, правда. Хочется делать какие-то крутые проекты, продукты, знакомиться с другими людьми. И опять же, мы не работаем в офисе, мы работаем, мы можем работать в любой точке мира. Тут, наверное, вопрос в том, что вот больше хочется смены локаций, хочется видеть другую картинку. Вот об этом, и еще у нас там много друзей, знакомых, классных специалистов, которые нас вдохновляют, и вот они говорят, ребят, мы вас ждем, приезжайте. В темном помещении сразу информация по-другому, участникам не так конформен, когда суток, все видны. Как дома? В темной помещении, вине, как в подвале, я как-то работала в одном бизнес-центре, в Николаевском, не буду называть, там нет окон. Вот представь, группа людей заходит, ни окон, ни вентиляции, ни света. Еще ты, например, после работы на занятия приходишь, качество информации сразу падает, потому что воздуха недостаточно, уже ты думаешь, как поесть, как идти, и так далее. Вот, а тут рабочая композиция. Тут ты не скроешься. Ну вот так, чтобы, знаете, сказать, рок я не люблю, это не люблю, нет, я могу и рок слушать, и какие-то классные композиции, какие-то там, но не слушаю шансон, это точно. Ну и альбомами тоже не слушаешь, да, если, например, от начала до конца, я не по альбом прослушаю. Ну вот, вот если спросить у меня, да там, есть у меня любимый там, исполнитель, его нет. То есть, вот как-то я меломан, вот альбомами, чтобы я кого-то дослушала, ну вот все треки «Король Артур» я прослушала, ну там они разных авторов. А сейчас, просто у меня какие-то, знаешь, там, по-трековые есть, где-то я услышала «Шазам», сразу себе ищу, и из этого формирую просто плейлисты той музыки, которая мне нравится. У тебя их несколько разных. Да. Да, я вот сейчас. Продолжаете заниматься Николаевской своей деятельностью просто из другой локации. Да. И там постепенно пытаться там обрести что-то. Внедряемся, да. Ну а не пугает, как бы, Николаевский заработок по киевскому пугаю. Пугает. Жилью там, пугает, волнительно, и как-то вообще думаешь, может, не надо. Короче, когда было принято это решение, сразу, знаешь, это мысли, а надо, не надо, тут так нормально, тут и родители рядом с соседним дворей, и тут все знакомо, и тут люди знакомые. То есть, вот сначала ты предвкушаешь, потом, когда принимаешь решение, вот это начинается в голове, такой рой каких-то дурных мыслей, зачем тебе этого не нужно делать, вот реально, и про деньги, и про все, ну, когда решение принято, мы уже понимаем, что все, назад дороги нет, это будет стимул зарабатывать больше, вот, будет стимул ценить общение с теми людьми, которые остались здесь, стремно, вот это слово, пусть оно может не литературное, но реально стремное, но мы готовы. очень много готовить, даже бруто, вот, андердог, очень крутая песня, услышала на тренировке на кроссфит, такая думаю, офигенная песня, сразу, хотя она очень такая, ну, жесткая, не для девочки, но мне нравится, то есть, во время тренировки, или принятия каких-то важных решений, я стараюсь слушать вот такую музыку, мужскую больше, то есть, она настраивает делать. Как делиться вот этими блэлистами? как вот выкладывать в Facebook? Ссылка какая-то? Делать ссылку, можно сделать ссылку, я вот тоже хочу. А ты можешь делать ссылки? Я могу делать ссылки, я, в принципе, могу даже собрать свой любимый плейлист и написать. Вы выше, вы просто повесим под этим YouTube роликом. Да, давай. Любимый плейлист, или... Я могу даже, знаешь, писать первый трек, ну, там, для того, для того, для того. классно сделает. Ну, и вот, ты задал вопрос, спасибо тебе за него, я вспомнила, когда еще были кассеты, было модно, ну, не знаю, у тебя было такое или нет, эксклюзив. Ты говори свои любимые треки, тебе их записывают, и там, Юлия, Викал, там, и у меня была такая, там, Децл, Мадонна, ну, вот, я до сих пор помню, ну, найти бы эту кассету. В общем, своих любимых треков в 9-м, в 9-м, 10-м, очень классно было. Это вот переехать в Киев на какое-то определенное время, чтобы перезагрузиться, или прямо вот переехать и переехать, вот там пускать корни? Хотим переехать и переехать. Посмотрим, как получится. Ну, были ли такие, знаешь, вот так на лице видно, типа, что ты тут делаешь? Ну, вот, мне кажется, что человек думает, мне кажется, это кажется, что полная какая-то лажа на сцене происходит. мне по лицу так кажется. Ну, может, у него выражение лица такое по жизни, ну, то, чему я и на курсах лажачу. А потом, в конце курса, этот человек подходит, или мероприятие подходит и говорит, класс, супер. А я себе думаю, ну, все, короче, полная фигня. Короче, я налажала, я что-то делаю не так. то есть, вот такие моменты, то есть, вот такие ситуации были не раз. То есть, когда скепсис такой читался в глазах, а потом у человека, ну, ты понимаешь, что все окей, что все было хорошо. А я себе там напридумывала, и такой, это нормально. Пример перед тренингами. какие-то там неприятные разговоры. У меня был даже случай, когда вот просто мне до слез довели. Я вообще в разобранном состоянии. У меня в этот день выпускной, например. Мне надо быть красивой, мне надо сказать вам хорошие слова. А я тут, ну, вот вообще, мне ничего этого не хочется. Ну, вот в данный момент. Ну, это, наверное, опыт, когда я беру, так я себе говорю, так, Юль, вот через три часа ты об этом подумаешь. Вот сейчас тебе нужно настроиться. И я начинаю, я включаю какую-то веселую музыку, я там привожу себя в порядок, чтобы внешне выглядеть хорошо. И я нахожу такие ресурсы, то есть я себе говорю, что меня люди ждут, что вот мне нужно прийти два часа, идти отдать им. А потом я уже думаю, и через два часа, ну, у меня как пока получается. Да, то есть не было такой ситуации, когда я пришла и принесла с собой плохое настроение. Таких ситуаций просто не было. Потому что я вот это все стараюсь, скажем так, отстрочь куда-то. То есть на это время я об этом забываю. Город в мире, который ты хотела бы посетить больше всего? Это Нью-Йорк. Знаешь, ответ почему это вот сложнее всего. Вот это какое-то, знаешь, бессознательное желание, ну, уже где-то года три. Я знаю, сколько стоит билет, я знаю места, которые бы мне хотелось увидеть. Но мне почему-то кажется, что это город абсолютной свободы, и что там такое количество разных людей, фриков. Там никто не стесняется сказать там эй, там крутая куртка, никто не будет шарахать от комплиментов. Ну, вот мне бы хотелось вообще побывать в Америке. Америка, а вот Нью-Йорк это вот какая-то такая вершина. Ну, в моих фантазиях это вот что-то такое вообще из зоны комфорта, то, чего я не видела. То есть колоссальный поток людей, событий, рекламы, вкусов, запахов, соотношение такого какого-то лакшери, плюс тут же очень много каких-то людей, да, там, бездомных. И вот этот вот микс, он меня очень привлекает. Только я начинала, пришел молодой человек на тренинг, постоянно меня перебивал. Он постоянно задавал вопросы, причем не в тему. И как мне сказал потом Ваня, Шамриков, с которым мы сотрудничали, он говорит, Юль, я бы его уже просто привлекла. Но ты, бляха-муха, ты так по-доброму умеешь отвечать, что он, ну вот, вначале такое, именно, знаешь, дерганный, какой-то с претензиями, вообще не в тему задал вопрос, я его уже и так, и так. И потом, когда это уже где-то там третий или четвертый раз он что-то хочет сказать, аудитория просто его съела. То есть, они, если бы я агрессивно ответила, они бы уже там, ну, они бы и настроились и против меня, и против него. А так, я с уважением ему отвечала, но все-таки давала понять, что вы, молодой человек, вы немножко не потенете. И уже, когда он в четвертый раз хотел что-то сказать, все вокруг такие, молодой человек, если вам не подходит, выйдите. И он такой и сел. Все, он до конца тренинга не задал мне один вопрос. Он в конце подошел, пожал руку, сказал спасибо, вы достойно отвечали на все мои вопросы. мол, мне кажется, знаешь, это такой тип людей, которые проверка, проверка. то есть, я такой умный, там, есть такой экипаж, что я все знаю, я начитан, я там был на разных крутых тренеров, и я к вам пришел, но так просто мне нечего делать, я пришел. Да, тренер просит, давайте поддержим, бурные веолации, все, это какая-то для того, чтобы раскачать энергию, понимаете, вы пришли, вы там, кто-то проснулся, кто-то еще со шлейфом утренних каких-то забот, кто-то думает, мне тут кто-то пишет, свайдер, надо ответить, ну, вы понимаете, вы со всем этим сюда пришли, аплодисменты, они вас раскачивают, вы входите в рабочее состояние, поэтому не стесняйтесь, тут можно и... вариантов скатиться было очень много, ну, не знаю, пойти, там, бухать, или варианты, но как-то почему-то нет, ну, то есть, пошла работать, хотя бы у меня был опыт вот эти позвонишки, еще не было вот этих будочек, были просто такие распадные стулья, тут там сумочка, я работала, ну, просто мне нужны были деньги, и я не чувствовала никакого стыда, там, шла, работала, помню, еще возле ЖД вокзала, сортировка, там, вытаскивала этот стенд, позвони, еще там, железные рубли, там, как этот, я даже не помню, сколько лет тому назад было, ну, то есть, потому что ты не думаешь, то есть, есть вариант, там сидеть, плакать, и ну, как бы это не приведет ни к какому результату, там, жаловаться тоже, покупалась газета, вот это, позвони, искалась любая работа, мы там, ну, ходили, и нормально, ну, да, этих денег не хватало, там, может, на красивые вещи, какие-то, но, хватало на аренду жилья, хватало на продукты, все, этого было достаточно, ну, то есть, хотя я видела, там, даже, знаешь, студенческие годы, когда жила, я видела, люди укуривались, ну, девочки, укуривались, убухивались, и это все видео, ну, мы были в равных условиях, то есть, можно было тоже это делать, поэтому, значит, есть такое выражение, трудности, вот, слабые становятся слабее, сильные становятся сильнее, то есть, не всех трудности закаляют, как бы, кто-то реально сдает, то есть, и сдает тот, кто слабее, поэтому, и Angels, и Субтитры сделал DimaTorzok